Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Биткоин развернулся и дошел до отметки 63 тысячи. Похоже, вчера я зря все позакрывал. И у меня остался один биткоин на споте. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И вы видите что? Что вы видите? Биткоин. Открываем. Биткоин поднялся на 62 800. Прошлая неделя на биткоине закончилась большой зеленой свечой молотом. Это бычья свеча на самом деле. Но проблема есть. Это торговые объемы. Объемы падают после того, как мы поднимались на 70 000 долларов. Прошлая неделя была еще туда-сюда. Там вроде поднялись объемы. А на позапрошлой неделе они были ниже. И на той неделе тоже. Короче говоря, объемы падают. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку. Он дал этот сигнал еще в феврале прошлого года. Смотрим теперь на дневной стахастик идет вверх. Вчера биткоин опускался на 60 600 долларов. Я продал примерно по, не знаю, по 61, 61 200. Но и с тех пор биткоин вырос. А так-то опускался на 60 550 долларов. Но я здесь вижу, что биткоин идет вниз по этому каналу. Чик, чик. И каждый раз опускается все ниже. И как правило, выходим вверх, когда пройдем 70 процентов длины. 70 процентов это вот здесь. Если эта схема действительно работает. В общем, два варианта возможны. Если зайдут хорошие торговые объемы, то можем выйти вверх сейчас. Либо же упадем на 53 тысячи, поднимемся на 59, упадем на 51. А там и была моя цель 52 тысячи долларов. 48 и 52. Я бы сказал, реальная большая поддержка находится именно на этих уровнях. И есть еще один уровень на 56 тысяч, от которого биткоин отталкивался. Но видите, что биткоин все-таки идет вниз. Внутри этого канала нисходящее движение. Сейчас очень важный момент для биткоина. Выйдет ли биткоин вверх? Сможет ли биткоин пробиться на хороших торговых объемах? Либо же биткоин продолжит падение. Очень маловероятно, что с такими торговыми объемами биткоин вырастет. Если не вырастет биточек, то пойдет вниз на 53 тысячи. Посмотрим еще на 4-часовом. Стохастик направлен вверх. Хорошие объемы на покупку зашли. И биткоин развернулся вот в 60 тысяч 600 долларов. Месячная поддержка. Но реальная поддержка, я думаю, находится на отметке 56 тысяч. Я думаю, что биткоин все-таки пойдет вниз. Может быть, даже на 54 тысячи долларов. Такое тоже возможно. Но и 56 тысяч тоже возможный вариант, когда биткоин развернется от этого уровня, потому что там серьезная поддержка. Посмотрите, в прошлом была реакция на этом уровне. Быча рынок 21-го. Видите, здесь уровни поддержки на 52 тысячи долларов. Это тоже бычка 21-го года. 56 тысяч долларов. Вот почему я говорю, что основные уровни поддержки там. Стохастик идет вверх на 4-часовом. Биткоин оттолкнулся от месячной поддержки. Поднимался на 65 тысяч. Опустился на 6600. Я купил биткоин по 56. Вот здесь примерно продал. Было бы, конечно, лучше продать, когда биткоин стоил 65, но не продал. Но я все еще думаю, что он пойдет ниже. На 56 тысяч долларов. Поэтому я поставил там ордер на покупку. Именно на 56 тысяч. Такая торговая идея. Цена входа 56-122. Поддержка. Стоп-лосс будет на 53-400. 56. Открываемся. 53-400. Стоп-лосс. На случай, если биткоин провалится. Соотношение риск-прибыль 12. Что-то маловато. Нужно поправить. Вот так. Соотношение 32-83. Риск 989 долларов. Заработать можно 32-480. Это в расчете на 1 биткоин без плеча. Мое ожидание такое, что биткоин... Ну, давайте еще на другом таймфрейме. Я имею в виду, что... А смотрите, бычий флаг. Коррекционная волна, она обычно от 23 до 35%. А уже мы прошли коррекцию 24%. Максимум это 35%. 48 тысяч долларов. От 23 до 35%. Это коррекционная волна. Затем должен начаться финальный импульс. Поэтому я думаю, что биткоин пойдет на 56 тысяч, если только не зайдут хорошие торговые объемы и подтолкнут биткоин вверх. И вот, как я думаю, будут развиваться события из-за низких торговых объемов. Я вижу низкие торговые объемы. На недель нам стахастик в перекупленности и направлен вниз. Это одна причина, почему я все это думаю. А другая причина – это низкие торговые объемы. Видите, здесь на недель нам тоже заметно, что торговые объемы упали. Они меньше, чем... Короче, все меньше и меньше становится. Видите, да? Вот здесь пока рос биткоин, росли и торговые объемы. А теперь торговые объемы падают. Вот то, что меня напрягает. Особенно на дневном таймфрейме. Выглядит, что это хорошие торговые объемы, но это не ритейлеры. Торговые объемы упали с тех пор, как биткоин достиг отметки 70 тысяч долларов. Объемы ритейлеров упали. Это институционалы покупают. А на выходных они не покупают. Я думаю, что на выходных он упадет. Упадет на 56-54, на мой взгляд. Поэтому я поставил цену входа ниже. 5-6-1-2-8 цена входа. Стоп-лосс на 55-138. Тейк-профит на 88 тысяч. Посмотрим, конечно, как пойдут дела, но, если что, нужно будет опускать стоп-лосс на 54. Но пока что напомню, что, если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2- Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом балансе на Bybit 644 тысячи долларов. Плюс 6 тысяч долларов со вчерашнего дня. Но было 669 тысяч. За 30 дней было... Что здесь? Да, примерно столько же и было. Опускался на 602 тысячи минимум. Но теперь 644. Чуток подросло. А это за 90 дней. На споте я держу. USDT на 363 тысячи 300 долларов. Получается, что я больше чем... Ну, примерно на 50% в USDT. 1 биткоин. Покет на 41 500. Плюс 1%. MCRT на 41 тысячу. Доджкоин на 20 900. Ворлдкоин на 2800. Плюс 7%. А я продал вчера. Ну, такое. И также я закрыл вчера позицию на биткоине. На 4 битка. И давайте посмотрим, где я купил, где продал. Где открыл, где закрыл. Я хорошие деньги заработал на этом. И также мне ордера на покупку. На 56 565. На 4 биткоина. И хочу взять доджкоин по 12 центов. Но доджкоин идет в обратную сторону. Явно не на 12 центов. Ну, смотрим. Вчера, конечно, зря я разгрузился по доджкоину. Это, конечно, прибыль получил в любом случае. Там купил, там продал. Но доджкоин там растет все-таки. Ну, хотя не так-то, чтобы и вырос сильно. Ну, ладно. Давайте подумаем, где теперь что купить. Если не ждать каких-то сильных проливов, то, может быть, купить доджкоина. Может, Илон Маск что-то там анонсирует, и доджкоин полетит. Ну, от 12 центов доджкоин уже прошел вверх. А у меня ордер на доджкоине стоит по 12 центов. Это на деривативах я хотел открыться. И на споте тоже по 12 центов. Пусть будет. Ворлдкоин тоже вырос. После вчерашнего падения был там разворот. Да. Но основной уровень поддержки на ворлдкоине – это 3 доллара 60 центов. Я сейчас пытаюсь поймать какие-то сильные проливы на рынке. И на ворлдкоине тоже поставил ордера. На 4.10 и на 3.60. По ворлдкоину на 4.10 нет у меня ордера. Но давайте поставим на 4 доллара 10 центов. Возьмем на 10 тысяч долларов. По этой цене 4.10 на 10 тысяч долларов. Ставим заявку на ворлдкоине по цене 4.10 на 10 тысяч долларов. Опять же, расставляю ордера ниже. В расчете на то, что посыпется рынок. Бианби-то хорошо выглядит. Кстати говоря, там гигантский бычий флаг на Бианби. И цель выхода из этого бычьего флага – 797 долларов. Но мы опять же должны увидеть хорошие торговые объемы. Потому что сейчас объемы падают. Торговые объемы – это основная проблема. Эфириум. Уже сильно вверх залетел. На Юнисвап я ордера поставил. По Юнисвап у меня ордер стоит на какой цене? По 5 долларов и на 5.80. Покет. Там тоже стоят ордера на покупку уже. Я там вчера ставил ордера на продажу. Но они так и не заполнились. В итоге я их снял. Основные уровни поддержки на Покете, я бы сказал, находятся на 0.125. И что у меня по Покету? Какие ордера? На 10 центов. И что? Интересно. Только на 10? Были ордера на покупку у меня. По 10 центов я вижу ордер. И еще по 12. Хм. На 12 центов. Там у Покета хорошая поддержка. На 9 центов. И на 0.125. Поэтому поставим новые заявки. На 10 тысяч долларов по 0.125. Если конечно Покет туда опустится. На 10 тысяч долларов. Возьмем по 0.125. Столько возьмем Покета. 0.125 на 10 тысяч. Хорошо. Оставили заявочку. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один это биржи, два курса, три телеграм. Присоединяйтесь к этому телеграму. Здесь в данный момент 96 трейдеров онлайн. Что-то обсуждают. Делятся торговыми идеями, графики, еще что-то. Видите, дискуссии, разговоры, шортит кто-то. В общем, это мой телеграм. Это только за сегодня, за утро. Столько накидали сообщений. Очень активный у меня телеграм. Так что присоединяйтесь. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я поставил ордер на покупку на 56 по биткоину. Надеюсь, он туда опустится. А если нет, то все равно буду ждать какого-то сильного пролива, чтобы перезайти в рынок. С таким падением торговых объемов, тем более идут выходные, 70%. Такая вот вероятность. Ну скажем, 20% вероятность того, что биткоин сейчас вылетит вверх. Всем хорошего дня и увидимся завтра.